Всем привет! Взамен прицелу PILAT P4-32 был приобретён сегодня вот такой вот прицельчик Центрпоинт китайский, переменник от 4 до 16 с диаметром 40, такими вот барабанчиками а-ля тактическими. В принципе, посмотрев его, и подсветка, соответственно, зелёная и красная у него имеется. Посмотрел, в магазине его, в принципе, понравился из всего того, что было. Выбирал, опять же, хотел PILAT 6-кратного себе приобрести, но что-то PILAT найти не удалось, поэтому было решено попробовать китайца, а почему бы и нет. Ну вот, собственно, купил его, будет ставиться на мелкашку, и будем смотреть вообще, что из себя представляют китайцы. Раньше у меня китайских прицелов не было, и отношение к ним такое, что всё-таки предвзятое, что вещь, наверное, всё-таки некачественная. Ну, интересно попробовать. Может быть, более-менее. Этот прицел считается копией Липперса. Я так по формам почитал. Говорят, что очень похоже с какой-то моделью Липперса, и чуть ли не на одном заводе собираются. Ну, опять же, пока ничего сказать не могу. Я его ещё не отстреливал, и никаких впечатлений по отстрелу пока у меня нет. У меня есть просто впечатления от сборки. И сейчас посмотрим тут пару моментов. Давайте сначала посмотрим на барабанчики. Достаточно неплохо выполнены. Каких-то люфтов не видится. Как работает барабан? Здесь снизу есть такое вот кольцо, которое не даёт... Зажимает барабан и не даёт вводить поправки. Кольцо отворачивается. То есть, вот мы его ослабили. И, пожалуйста, можем вносить поправочки. Потом колёчко мы затянули. Раз. И поправка больше не вносится. То же самое делается и с этим барабаном. Отпустили. Ввели поправки. Клики, в принципе, чёткие. Затянули. Что касается увеличения. Крутится легко. Одним пальчиком. Раз. Раз. Насколько здесь реально 16-кратное увеличение, не знаю. Но больше, чем 10-кратное. То есть, 10-кратный прицел у меня есть переменник. И в сравнении с ним увеличение больше. Хотя на максимальном увеличении, конечно, достаточно такая картинка нечёткая. Может быть, я ещё не всё настроил как-то. Но хотелось бы лучшего качества. Но, в принципе, на мелкашке она мне и не нужна будет. Там максимальное увеличение, я думаю, что где-то 10-12 буду использовать. Что ещё? Здесь написано, по-честному, что это Made in China. Номер прицела. По качеству изготовления, в принципе, достаточно неплохо. Регулируется. Прицел имеет отстройку параллакса. Начало. Стандартный вариант до бесконечности. В комплекте идут крышки. Две штуки. И всё, собственно. У меня в комплекте больше ничего не было. Я как-то откупил последний прицел. По ценам достаточно дорого они стали стоить. По интернету я смотрел. Цены на данный прицел колеблются от 2,5 тысяч. Я его купил сейчас за 5. Ну, тут, видимо, горит кризис наш. И валютное повышение доллара. Поэтому цены выросли даже на продукцию китайские. Такие дела. Сейчас далее посмотрим, как он снимает. Я немножечко сделал фотографии. И сейчас вы увидите эти фотографии. И дальше покажу вам установочку на винтовку. И, собственно говоря, дальше продолжим. Итак, смотрите, что у нас получилось. Продолжение следует... Ну, и вот прицел установил на мелкашку. Встал он, в принципе, неплохо. Встал на кронштейн. Эстовский. Который позволяет видеть механический прицел. То есть, также можно пользоваться на близком расстоянии механикой. На дальних расстояниях, соответственно, использовать оптику. Пока всё нормально. Никаких не выявил нарушений. Пара моментов достаточно приятных определилась. В частности, как выводится на ноль. Сейчас я вам покажу. Смотрите, достаточно удобно всё сделано. Здесь винт. Винт откручивается. Так, немножечко придерживаем. И откручиваем винт. Раз. После этого он позволяет приподнять колпачок. И переставить его на нужное деление. Скажем раз. И ставим ноль. Поставили. Придержали. И закрутили. Также от силы того, как мы это будем закручивать, зависит жесткость щелчков. Чуть посильнее закручиваем. Барабанчик становится более жёстким. Отлично. Ну вот, пожалуй, и всё с вопросом покупки и установки. Теперь остаётся самое интересное видео. Это будем отстреливать прицелы. И посмотрим, как он в работе. Что он вообще позволяет. И не зря ли я продал свой вомзовский прицел и купил себе китайца. Всё это впереди. Подписывайтесь на мой канал. Скоро поеду на дачу. Будем снимать новое видео по отстрелу. Всем пока.